всем привет я снимаю сейчас видео своей самодельной маски я сначала сделала скоросшивателем этим степлером потом пришила найти нитки красные не нашла в итоге сшила кое-как мужу я сшила получше маску конечно тоже было потому что 2 она первая у меня идея не было в общем как то так ну главное что воздух не попадает вот и сейчас я хочу вам показать мои растения мы уже целый месяц идем карантине и до 11 мая должны сидеть еще а потом неизвестно там видно будет надеюсь нас выпустят сейчас сниму эту маску нафиг потому что она так плотно сидит что мне кажется целый день в ней находиться точно невозможно потому что ткань чувствуется это как-то мешает непривычно ладно сейчас приступим к просмотру моего стада карантинного и так это у меня взошла картошечка я сюда засунула уже не помню одну или сколько там еще и засунула сюда зерна фасоли но они не нашли и может быть и не зайдут так это у меня что я решила посеять цитрусовые цитрусовые какие-то тоже пока ничего и вот здесь тоже пока ничего по моему алоэ это бакьян тоже но это было просто уже позже вот киви у меня совсем распушился молодец я ему тут устраиваю на самом деле компост и чрезмерно полила его к сожалению но слава богу он постепенно выпивает постепенно он сливает воду сразу в поддом там в общем просто у меня там червяки случайно оказавшиеся и приходится подкармливать их иначе они зажрут мне кажется мои киви вот кокос я вынесла из комнаты сюда ой кстати появилась трещина вот тут может он шутки прорастет наверное до трещины не было на днях вот вообще он должен по идее я думала отсюда лезть но наверно он трескается потом растет примерно где-то отсюда у него корень должен быть уже посмотрим цветочки из китайских семян вот эти хоть на клевер не похожи слава богу а вот эти вообще похожи очень на семису клеверных надеюсь что нет вообще-то должны были эти быть садовые фиалки это у меня хрен ну да хрен васаби который хрен васаби вот цветочек вот этот зацветает которыми и все лето цвел с июля и до декабря молодец типа львиновой зевы белой мимоза вся осыпается и она дала уже новые побеги на который напала тля к сожалению 0 июлю эту раздавливаю вот там у меня еще мята есть которую тоже для постоянно нападают и я вижу издалека что опять на нее напали к сожалению никакие сибулеты и ничего их не спасает мы и мяты они все время в итоге засыхают и заткни вот так что у нас тут форзиция желтая отцветает вот она дала новые побеги молодец этот тамарийск весенний зацветает начинает отсюда ароматный должен быть пушистый пушистый розовенький вот такой ну подождем поскольку у меня совсем не солнечная сторона тут все запозданием должно быть это у меня сладкий картофель ну вот видимо этот похож на сладкий картофель правда хиленькие не все зашли по крайней мере по форме а вот эти вот совсем оказались не сладкий картофель просто у меня разные продавцы на алиэкспрессе они мне продали одни какую-то пересортицу видимо причем и белый цветок есть есть фиолетовый как они так договариваются это один буду с фиолетовым а другой с белым цвести либо он потом фиолетовым становится интересно не знаю кто это непонятно вот этот у меня васаби тоже хрен это взошел этикетка потерялся я не знаю что это взошло будем наблюдать это об обгрызанные сладкие картофель и бататы но попки я видимо неправильно их посадила мне кажется от них ничего не зайдет ну и тем более они обрезаны ну и тем более надо было в феврале начинать ладно это артишок он замерз этой ночью были заморозки у нас надеюсь выдержит это у меня горчица зацвела ну так короче сломался вчера ветра были очень сильные дули вот вот эти заросли вот эти это по идее георгины которым очень тесно там просто честно тесно 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 план и тут тоже васаби а может это и не васаби кстати говоря я туда не заглядываю вот это васаби да вот это точно васаби его мы сейчас можем сюда поставить я просто от ветра вчера убрала все у людей там вообще все разбилось на первом этаже нулевом все разбилось вот может васаби но ему явно не понравился песок который я купила знаю не очень не очень похож но этикетки чуть не видно у меня к сожалению да без этикеточных тоже много вот эти георгины если это георгины будем наблюдать много сюрпризов много много сюрпризов очень так тыква сквозь не замерзла потому что я не закрывала это слава богу не замерзла вот это у меня коричное дерево которое из кожуры из кожи из как его коры делают корицу надеюсь она вырастет на хорошенькая маленькая такая надеюсь она вырастет меня будет экзотический луки немножко холодновато они остановились а вот эти руки не подостановились выросли давно уже так тут у меня солнце совсем туда не поступает в общем это ладно картошка это первое которую я посеяла картошку и сюда же я еще бобы положила я не знаю вот будет по-моему вот этот какой-то из бобовых решил зайти это у меня была проверка связи проверка семян старых наших нашла старые семена у мамы уже в комнате 100 лет недавности вот я их везде понатыкала вот тут картошечка тоже полезно и вот тут но бобовые они сидят и их позже и вот эти картошки я тоже позже засуну вам будем наблюдать вот соответственно солнце тоже особо нет это артишок у меня это у меня помидорные а это у меня календола вот а это типа видимая вишня какой-то я не знаю что вообще было были семена как папайи но на папайи совсем не похоже не похоже трое зашли побольше но главное что у них не боится холода вот так вас квоши в итоге сюда засунула заторможенную мою тут помидоры у меня уже взрослые листья некоторые дали так вот так вот сквошь и авокадо авокадо мелковатые листья конечно но вообще удивительно что он такой молодец я смотрю он проклянулся еще в комнате у меня а другой тоже я пересадила одновременно вот он только-только дает столь с опозданием вот это мне томатики томатики некоторые более ранние уже со взрослыми листиками с парой некоторые сидят а вот этот по моему который я нашла вот этот по моему был свет черри но и фуэнсит короче томат вишни вишневые вот эти маленькие только два проклюнулись вроде нашла на поле когда мы гуляли с собаками на пустыре то есть там был самосевный какой-то томат в общем использую все подручные емкости хочу делать у меня нет емкости больше ой вот они и так тяжело из семечек из этих выползают просто ладно пусть вот томатики ну этот баклажан наверное у меня загнется плохо перес пересадку вот а вот такие у меня томатики были и перчики и баклажаны ну в общем все подряд вот кому не хватило посуды я пересадила вот в эти мешочки купленные тоже на алиэкспресс вот туда значит положила землю утрамбовала и засунула ну надо конечно обрыскивать потому что уже суховато ну вот этот например загнулся все таки корень наверное оборвался совсем не были обломанные корни и он не прижился к сожалению русский оранжевый вот такие дела сейчас надо что нибудь воткнуть туда ай другой даже если они падают они у меня так плотно запихнут утоптана земля утрамбована что ничего не рассыпется это даже хорошо вот вот в общем земля у меня закончилась все равно сколько я раз ее не покупала в общем надо еще чтобы еще картошку посадить и рассадить еще разное растение вот вот это везунчики на кого хватило посуды а потом все закончилось ой а это еще умор это я использовала землю и вот у меня запоздало какой-то томат зашел тут уже посажены по-моему цитрусовые какие-то семечки и в итоге томат неизвестного сорта зашел это артишок артишок еще что-то я хотела а вот у меня оставшаяся картошка из тех 100 штук остальные все я посеяла в мешки вот надо будет их тоже посеять мешков правда уже не так много я думаю в эту сумку вот вот в ведро засунуть тут у меня крапива сушится в парке я нашла крапиву удачно потому что ее всегда косят а сейчас озеленители не проезжают но сегодня там он газон косили к нам они тоже приедут вот это у меня пустили почки все-таки ну эти были веточки я втыкала чтобы корни дали вот этот вот розмарин и вот эти два розмарина тоже дали корни а другие засохли ну это потому что на удачу герань зацветает вот ситронелла два года назад купленная маленькая была маленькая вот я вот их отрезаю и вставляю в землю так же как веточки вот это тоже горчица зацветать будет горчица это у меня виноградная лоза дала листья надеюсь ее тля не одолеет не хочет фокусируется ну ладно в общем почки у них 3-4 дали листья а это у меня спаржа там спаржа такая зелененькая пушистенькая вот ей еще год надо расти расти а потом на следующий год весной она должна уже давать спаржу потому что на третий год вот салат у меня лолороса который это мои семена я собрала их весной прошлого года и попробовала так вот посеяла сюда она так хорошо себя чувствует но ее надо уже съедать а тут все я съела вот а это на самом деле это конопля в биологическом магазине купленная она съедобна там какие-то олега элементы полезные все такое я их просто посеяла ну они какие-то видимо света им не хватает очень хиленькие на самом деле получились не особо то вырастут этот салат у меня вот вот а этот кориандр цветет тоже от нехватки цвета он у меня вот такой получился весь ну явно это не балконные растения зелени мало то что их атакуют тля откуда-то возникающие вечно укроп тоже у меня тогда атаковали и они вытягиваются очень сильно но в итоге потом от жары они вообще летом у меня так значит что вот эти самоседные вот эти все такие маленькие видите вот везде это я кормила птичек и в этих шариках были зерна и они проросли что это такое не знаю каких-то капустных в общем я их потом повырываю какой-то у меня как сидораты будут вот да, сидоратные такие ну надо же просто какие хорошие были зерна в этих кормушках кругах таких что они все у меня попрорастали вот такие у меня везде это типа вез или что-то такое вот все-все-все потом я повырываю все пересажу два куста вот этих вон в те горшки а это лаванда дала вот эта лаванда дала новые поросли слава богу тоже была купленная маленькая лаванда в том году как и орегано вот этот ну орегано он как-то очень медленно в том году у меня такой был высокий а сейчас то ли ему тесно в этом горшке он разросся надо его пересаживать в землю наверное в открытый грунт может а семян у меня термиллион я посею заново а этот розмарин который дал корни он еще и цвести будет у меня розмаринчик веточка потом тоже пересажу вот но это вроде как радиола она взошла надеюсь что это она вчерашний ветер ее очень потрепало она прям бедная все такой был сильный ветер ужасно северный меня продуло не знаю как я умудрилась продуться лопатка болит теперь вот киви на следующий год можно будет цвести не знаю уже вот это мошки вот эти вот мошки это как тляп мне кажется они как раз эту тлюин и это насаживают эти мошки хотя бывает и муравьи их приносят но я пока не вижу муравьев все заканчиваю мой рассказ про мои растения в месячном карантине нам еще сидеть до 11 мая сегодня только 15 апреля надеюсь они доживут мои растения много чего не взошло то что я сеяла ждем 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 видимо им нужна другая температура более жаркая либо с семенами что-то да брошь ты пришел вот и пришел ой вот все время покажет что будет цвести сходить и развиваться всем пока